Здравствуйте, с вами Александр на канале Финансовая Независимость. Это видео выходит точно по расписанию оранжевого инвестирования во вторник. И обложка оранжевая. Основные вопросы в этом ролике это что будет с фондами и что будет и что уже произошло с оранжевым инвестированием. Аналитики по рынкам здесь пока не будет. Я возобновил аналитические еженедельные видео. Такой вот ролик вышел совсем недавно. Обложка на экране. Его можно будет посмотреть. Так, ну давайте сначала вот традиционно пополню оранжевое инвестирование на 10 тысяч рублей. Набираю 10 тысяч рублей и пополняю. Так, ну пополнение у нас произошло. Аналогично я пополнил счет и инвест-клуба на 10 тысяч рублей, но в долларах по примерно текущему курсу. А теперь важные вопросы. Какова перспектива возобновления индексного инвестирования и что сейчас уже произошло с этим брокерским счетом? Финансовая индустрия оживает постепенно. Сначала стабилизировали валютный рынок, потом стабилизировали рынок ОФЗ, постепенно открывают рынок акций на Мосбирже. Следующим шагом будет реанимация фондов. Там реально несколько проблем, и основная это отсутствие операции между НРД и Евроклир. Есть проблемы и с маркетмейкерами. И по этим вопросам придется просто ждать до прояснения. Параллельно попавшие под санкции провайдеры фондов уводят фонды из-под этих самых санкций. Например, ВТБ уже передали свои фонды под управление инвестиционного подразделения Россельхозбанка. Я делал пост об этом в Телеграме. В общем, здесь только ждать. Реализовались явно нерыночные риски, прилетели технические санкционные проблемы. Скорее всего, после уже затянувшейся паузы соревнования оранжевого инвестирования инвест-клуба продолжатся. Ну, я на это надеюсь. Во всяком случае, это было бы интересно. Далее. Что сейчас происходит с оранжевым инвестированием? Оно постепенно тоже оживает. Фонды, конечно, туда не покупаются, но я начал туда покупать отдельные акции. Те, которые не противоречат безналоговому принципу оранжевого инвестирования. То есть, те, за дивиденды от которых не придется отчитываться дополнительно. Эти покупки я опубликовал в Инвест-клубе, соответственно. И, возможно, о них расскажу в ролике об общем портфеле, если все-таки решила сделать предстоящую субботу. Я продолжу покупать российские активы и публиковать их в Телеграме Инвест-клуба. Покупки будут очень осторожными и взвешенными. Надо понимать, что развитие стагнации и рецессии в российской экономике никто не отменял. Особенно вот в таких вот текущих условиях. В принципе, я бы даже был бы рад дальнейшему снижению фондового рынка в России. Это означало бы покупки по сниженным ценам. Рисков сейчас много, и их нужно стараться учитывать при покупках. Продолжаю. Важный вопрос. Что может случиться с уже купленными фондами? Доверие к индексным фондам может снизиться. Особенно, если в ближайшее время провайдеры этих фондов не возьмут ситуацию под контроль и не смогут установить правильную цену поев фондов и продолжать правильно отслеживать базовые индексы. Если доверие инвесторов упадет, то общая сумма инвестиций через фонды снизится закономерно. А если они снизятся до критических для провайдеров значений, то появятся перспективы закрытия этих фондов. Уверен, что сейчас некоторые провайдеры фондов думают и об этом тоже. Хотя основные их мысли и ресурсы сейчас направлены на исправление ситуации. Теперь давайте скажу пару слов про возможное расформирование фондов. Но сначала о том, что YouTube могут закрыть уже на днях, поэтому подписывайтесь на мой Telegram. Ссылка на Telegram в описании к видео. В Telegram я сейчас подробно рассказываю о своих действиях и там вы не пропустите важное видео. Итак, закрытие, ликвидация, расформирование фондов. Действительно, некоторые провайдеры могут решить расформировать свои фонды по целому ряду причин. Они, конечно, понимают, что это плохо для доверия ко всей индустрии, плохо для доверия инвесторов конкретно к ним, к этим провайдерам. Поэтому до ликвидации и расформирования постараются не доводить. Для нас с вами ликвидация или расформирование и закрытие фондов, конечно, несут некоторые риски. Но если все правильно будет сделано, как должно было бы быть, то страшного мало. При расформировании будет распродажа активов фондов, то есть акций и облигаций. И это займет некоторое время. Может быть, даже несколько месяцев. После чего деньги отдадут нам по справедливо рассчитанной стоимости пая. То есть, скорее всего, будет именно вот так вот. Но я тут ничего гарантировать, конечно, не готов. Есть и рыночные риски у подобного расформирования фондов. Это если момент распродажи активов совпадет с обвалом на фондовом рынке. В общем, ситуация сейчас уникальная. Как будет на практике, пока непонятно. Скоро узнаем. Я уже проходил через расформирование финексовских фондов в прошлом и рассказывал об этом на канале в свое время. Страшного ничего не было. Все деньги отдали, ну, даже довольно-таки быстро. На сегодня это все. Всем здоровья мира и да пребудет с вами сила сложного процесса.